Кирилл Симонов, футболист Московского Динамо, после матча с Акрон Академиком Ноплё в рамках ЮФЛ-2. Кирилл, 5-2, вроде бы все было уверенно, но последние 10 минут команда пропустила два мяча. Как считаете, с чем это связано? Здравствуйте, спасибо, что поздравились с победой. Я бы сказал, погода, наверное, все-таки помешала, чуть-чуть сложно, не привыкли, так сказать. Поле тяжелое, плюс снег, уже ноги позабились в конце и чуть-чуть поехали уже. Так, вроде, удовлетворительно. В начале матча еще более-менее погода была, ну, так скажем, приемлемая, а потом снег начал очень сильно валить. Как-то меняли тактику на игру свою? Да, естественно, в перерыве нам, например, сказал играть попроще, поагрессивнее, потому что, как бы, погода плохая и надо играть попроще. Спасибо большое за комментарий, удачи дальше. Спасибо. Сергей Сергеевич Яшин, главный тренер Московского Динамо, после матча с окронной Академией Коноплё в рамке УФЛ-2. Сергей Сергеевич, как погода внесла коррективы в изначальный тактический план ваш на игру? Ну, тактически она никак не внесла коррективы. Просто попросил обратить внимание на, что поле скользкое, ветер дует, но мы придерживались того, что наметили, то и придерживались. Просто как и в исполнении было это сложнее реализовать. Ну, молодцы, справились. С чем связано вот два пропущенных мяча в последние 10 минут? Вроде бы так все уверенно было, и вот такой небольшой отрезок неудачный, можно сказать. Ну, это самая такая, наверное, проблема детская, что когда командой все получается, тяжело ее держать в узде. Они начинают снижать требования где-то, баловаться, не добегать. Ну, вот то, что и получилось. Это было и в первом тайме, и в конце, и вот мы видели во втором. Спасибо большое за комментарий. Удачи дальше. Муслим Набиев, футболист Акрон Академии Коноплева. После матча с московским знамом в рамках ЮФЛ-2. Муслим, 2-5. Неприятное поражение. Как считаете, с чем связано? Считаю, в первую очередь дело в нашей голове, в нашей психологии. Очень много брака было. Не имеем права мы так выходить, особенно у себя дома, при своих трибунах, при своем поле. Считаю, что нужно делать выводы определенные и не позволять себе подобных игр, особенно у себя, опять же, на поле. У нас есть время обдумать это, и я думаю, мы вернемся сильнее, и такого больше не повторится. Как погодные условия унесли коррективы в вашу игру? Ну, в первую очередь мяч был тяжелее обычного, потому что погода довольно слякоть, поле скользкое, мяч скользкий. Это тоже отразилось на длинных передачах, на передачах на более длинную дистанцию. Думаю, как-то так. Спасибо большое за комментарий. Удачи дальше. Игорь Вадимович Шевченко, тренер Акрон Академии Коноплева после матча против московского «Динамо» в рамках QFL 2. Игорь Вадимович, каков краткий комментарий по игре после ее завершения? Ну, тут, в принципе, что комментирует, что-то на табло. При таком количестве ошибок при развитии атаки, я думаю, тут даже разговаривать нечем. Вы говорите о большом количестве ошибок. Это связано с погодными условиями? Или все-таки в чем-то другом дело? Нет, ни в коем случае. Условия для всех равны. Тем более ошибки, когда они были совершены, все самые критические, они были совершены в начале первого тайма. И там их было ни одна, ни две, их там было 6-7. Поэтому это, я считаю, все в головах у них. Потому что проблемы чисто с психологией, потому что они, выходя против «Динамо», «ЦСКА», «Зенита», у них что-то происходит в голове. Я не знаю, что. Будем как-то бороться с этим. Спасибо большое за комментарий. Удачи дальше.